Два урока позади. Мы прошли ориентиры и теперь приходим к фигурам. Брейкинг состоит из фигур. То есть, если мы возьмем футворк, фигура, 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 фигура. Повермуф мы делаем в фигурах. То есть, там бочка, том-стом, такой милс, такой. То есть, это все состоит из фигур. И если мы будем работать над фигурами, и все наши фигуры будут выглядеть интересными, красивыми, эстетичными, то и весь танец у нас будет интересный. То есть, допустим, взять такое движение. В любой момент мы фотографируем, смотрим наши фигуры. Пам! Интересная фигура. Пам! 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 То есть, в любой момент интересное положение, и поэтому все движение смотрится интересно. То есть, мы пытаемся смотреть под таким микроуглом. Работаем над фигурами. Задание такое. Садимся, или можем даже лечь, и придумываем какую-то интересную фигуру. То есть, мы не берем базовые фигуры, вот такие, да. Включаем воображение, у нас есть руки, мы можем что-то брать. И, допустим, я возьму вот такую фигуру. И что мы можем сделать с этой фигурой? Во-первых, мы можем взять какое-то базовое движение, сделать в этой фигуре. То есть, например, что я сделал с бочкой. Мы можем сделать кувырок. То есть, это может быть кувырок вперед, кувырок назад, вправо, влево. Дальше, мы можем покрутиться, опять же, здесь мы можем покрутиться на этой ноге, на этой ноге, на колене, на другом колене, на голове, на плече. То есть, здесь очень большое поле для фантазии. Мы можем сделать слайд, как-то проехаться тоже, опять же, на колене, на колене, на ноге. Очень много возможностей. То есть, мы берем фигуру и придумываем, что из этой фигуры сделать. Это первый способ. Второй способ, он обратный. То есть, мы берем какое-то движение и думаем, в какой фигуре сделать это движение. Этот способ не такой сложный. Думаю, вы сами до него дошли. Я вас призываю попробовать сделать наоборот. Берем фигуру, интересную фигуру, необычную. И в этой фигуре мы что-нибудь делаем. Ребят, что очень важно, что должно быть вместе с оригинальностью, это эстетика. То есть, ваши движения, они должны быть эстетичны. Оригинальная фигура, когда мы закинем ногу за голову, да, там, допустим. Но это не эстетично. То есть, может быть, для кого-то эстетично. Пробуйте делать то, что вам нравится внешне. То есть, фигура, само слово фигура. Это должно быть красиво, эстетично. Если это будет эстетично и оригинально, то тогда и получится стиль. Это очень важно понять. Домашнее задание. Твоя цель – придумать интересную фигуру, интересную эстетичную фигуру. И в этой фигуре сделать 10 разных движений. Опять же, фриз, какой-то прокат, прыжок, сальто. Без разницы. 10 разных движений. И самая интересная фигура, самое интересное движение в этой фигуре – я опубликую себя в Инстаграме. Удачи! Продолжение следует...